Сегодня на библейском портале Экзегет мы будем беседовать по воскресному Евангелию о неблагоразумном юноше. Это Евангелие от Матфея, 79-е зачало, 19-я глава, 16-го по 26-й стих. И сегодняшнее воскресное чтение начинается словами «И вот некто, подойдя, сказал ему, Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Этот некто, юноша, этот некто очень богатый человек. Скорее всего, он обогатился за счет наследия своих родителей. Надо сказать, что этот юноша ведет себя несколько, я бы даже сказал, слишком осторожно. Он говорит двойственно. С одной стороны, он, обращаясь ко Христу, говорит «Учитель», но при этом он догадывается, что мало назвать Христа учителем и добавляет «благий». Иудеи знали, что абсолютно благий только Господь, источник всякого блага. И Господь увидел эту двойственность, его отношение к себе. И мы читаем далее. «Он же, то есть Христос, сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог». Этими словами Христос как бы говорит этому юноше, что ему надо преодолеть эту двойственность в себе. И если он назвал Христа благим, пусть назовет его и Господом. Но в то же время в Писании сказано, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Но совершенно очевидно, что призывающая благодать касалась сердца этого юноши, и имея рассуждение в своем сердце о Христе, он догадывается, что это не просто один из равенов, возможно, это и Господь. Но не решается говорить откровенно и однозначно. Обычно, когда люди обнаруживают в себе такое двойственное состояние, это связано с какой-то греховной порочностью, с какой-то привязанностью, которая мешает человеку проявить решительность. Христос добавляет к Своим словам, «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Исполнивший закон может жить законом. И Христос предлагает ему путь жизни, ту стезю, идя по которой юноша может приблизиться к Царствию Небесному. Сам Христос говорил о себе, что он пришел не нарушить закон, но исполнить. Надо сказать, что в этом диалоге Христа с юношей сначала обсуждается вопрос о спасении, а потом о совершенстве. И мы читаем далее. Давайте перечитаем 17 стихом, и потом продолжение 18-й. «Он же, то есть Христос, сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, то есть юноша, ему, Христу, какие». Кто-то может возразить по поводу этого диалога. «Мы, христиане, знаем, что делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть». Почему же тогда Христос обращает внимание этого юноши на закон? Потому что юноша пришел ко Христу с конкретным вопросом, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную. То есть, что я со своей стороны могу сделать доброе, чтобы иметь жизнь вечную. Сынергия – это соучастие человека, в том божественном спасении каждого из нас, которое всецело проистекает от Бога. И так как он задал этот вопрос, а что я со своей стороны могу сделать для того, чтобы приблизиться ко спасению, Христос обращает его внимание на закон, на заповеди. Возможно, у этого юноша сложилось некое предубеждение. О Христе говорили, что он учит каким-то новым заповедям. И поэтому, услышав такой совет, если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди, юноша переспрашивает, какие? Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Христос указывает на вторую скрижаль Моисеева закона, которая регулирует взаимоотношения между человеком и человеком. Первая скрижаль регулирует взаимоотношения между человеком и Богом. Но юноша приблизился к пониманию тайны Христа, ведь он уже назвал его благим, хотя сделал это с некой двойственностью. И далее Христос указал на вторую скрижаль, юноша говорит ему, то есть Христу, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне». А в других евангельских текстах говорится о том, что Христос возлюбил его за такой ответ. Этот юноша не просто стремился исполнять закон Бога, но он стремился от юности, то есть сохраняя беспорочность детства, сохранять каждую из этих заповедей. Как в русском народе говорят, «Береги честь смолоду». здесь юноша как бы ответил Христу, «Ты говоришь, что я должен исполнить закон, я его исполняю». Вопрос о спасении закрыт. Далее идет вопрос о совершенстве, а это разные вещи. 21 стих и ниже. Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным», здесь уже речь идет не о спасении, «пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мной». По сути дела, Христос призывает его, этого юношу стать одним из апостолов Иисуса Христа, если он найдет себе силы и раздаст все то имение, которое было у него. И раздав, он обретет все эти сокровища на небесах, где моль и ржа не разъедают и где воры не подкапывают и не крадут. «Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Вот опасность богатства, большого богатства. Оно создает иллюзию, что человек обретает счастье только благодаря ему. Мы имеем блестящие примеры в истории христианской церкви, как люди славные и богатые отказывались от всего. Например, святитель Амвросий Медиаланский. Его отправили в Медиалан, чтобы он там усмирил народ, потому что был конфликт народа и власти. Амвросий в то время не был даже крещенным христианином, но он повел себя так разумно, он был префект, это богатый человек, обеспеченный человек, облеченный во власть, что народ был поражен его мудростью, а так как в то время вдовствовала Миланская кафедра, народ стал кричать, сначала ребенок маленький крикнул «Амвросия в епископы!» и вся толпа закричала «Амвросия в епископы!» и император узнав об этом, повелел, чтобы Амвросий точно стал епископом. Амвросия спешно покрестили, возвели по ступеням и он стал архиепископом. Но он раздал все свои богатства, он продал все свои имения, он оставил только что-то в пользу своих родственников, насколько я помню, сестры, и в таком виде он вступил в церковь и в славу будущей небесной жизни, потому что расточая мы стяжаем. раздавая приобретаем. И Христос призывает к совершенству этого юношу, ведь в нем уже обнаружены и теологические способности, он догадывается, кто такой Христос, иначе бы он не назвал Иисуса из Назарета благим. Он от юности дорожит целомудрием жизни и веры, но богатство, именно большое богатство для него проблема. Юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Мы не знаем имени этого юноши. Он потерял свое имя в истории домостроительства, спасения рода человеческого, хотя у него был шанс обрести стезю совершенства, совершая апостолат по словам Христа, который сам ему сказал «Приходи и следуй за Мною». Когда юноша отходит, Господь Иисус обращается к ученикам. Иисус же сказал ученикам своим «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. Здесь надо сказать, что в понимании ветхозаветных людей богатство – это прежде всего благословение Божие. И то, что здесь говорит Христос, это все не укладывается в мир восприятия иудеев, и апостолы с удивлением будут спрашивать, а если богатые не спасаются, эти благословенные Богом люди, то кто же тогда спасается? Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. Есть такая точка зрения, что речь идет о воротах в Иерусалим. Были такие ворота, которые не закрывались между огромными камнями, но туда можно было протиснуть верблюда, если с него все снять лишнее. Но похоже, что верблюдам называли толстую нитку, которая была соткана из верблюжьей шерсти. Если кто-то попытался эту толстую нитку засунуть в игольное ушко, у него тоже не очень бы получилось. В любом случае это проблема, когда у человека большие грехи, большое богатство, большое себелюбие, большая гордыня, все это мешает нам обрести мир с Богом и в Боге. есть некая забота Бога о нашей жизни, мы все люди небольшого достатка. И некоторые ропщут, думают о том, что, может быть, надо уехать из России, но богатство – это зона риска. И если вы обретете это богатство где-то за границей, или Господь даст вам здесь какой-то достаток, это зона риска. православный христианин, если он обладает богатствами, он воспринимает богатство как поручение от Господа, как поручение от Господа. Это не значит, что он все раздает подряд, направо, налево. Нет. в древней христианской книге Дидахи сказано «Пусть милостыня твоя запотеет твоей руке». Почему так сказано? Если богатство, которым ты обладаешь, это поручение от Господа, ты не имеешь права все это разбазаривать в прихоть своей гордыни для собственного самолюбования. Любое поручение от Господа надо выполнять рачительно и со смыслом. Услышав это, что богатому трудно войти в Царствие Божие, ученики его весьма изумились, потому что в их понимании, они еще ветхозаветные люди, богатство это точно благословение от Бога. Например, сказано в книге Бытия «И благословил Господь Авраама золотом, серебром, скотом, рабами, лошаками» и так далее. А если богатый едва входит в Царствие Божие, то кто же может туда войти? Кто? Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись, здесь интонация, так кто же может спастись, если богатые даже не спасаются, эти благословенные люди? И Иисус, возрев, сказал им, человеком, это невозможно. В этом вопросе не имеет значения богатый, бедный. Юноша, старик, ребенок, мужчина, женщина, человеком это невозможно. Что имеет в виду Христос? Он имеет в виду не тот разговор, который был, когда юноша спрашивал, а что мне сделать доброго? Когда мы спрашиваем у священников, а что нам надо сделать доброго? Они правильно обращают наше внимание на Божий закон, как делает и Христос. Но никаких человеческих усилий недостаточно для того, чтобы обрести спасение. Я уж не говорю о совершенстве. Потому что невозможно ценой временной жизни приобрести жизнь вечную. Ценой жизни на земле приобрести жизнь на небесах. Ценой тленной жизни обрести жизнь нетленную. Это несоизмеримые вещи. И добротолюбие говорится о том, что если человек все сто лет своей жизни не спит, не ест, только творит богоугодные дела, что он может заслужить? Сто лет в раю, ни больше, ни меньше, по справедливости. Но нам за некую малость, если сосчитать, сколько времени мы молимся, ну, хорошо, у кого-то наберется год за всю жизнь. Сколько времени мы творим добро, читаем Писание, участвуем в богослужении, ну, три года наберется за всю жизнь. Предлагается за эту малость вечность. Кто же скажет, что он это приобрел, заработал и заслужил? Это была бы пелагианская ересь. И Христос говорит, человеком это невозможно, потому что в результате грехопадения возник необратимый процесс, болезненный процесс, когда человек в беззаконии зачинается и во грехе рождается. Как я часто привожу пример, каким бы не был бы искусным хирург, он не может делать операцию на своем собственном сердце. Нужен спаситель извне. Спаситель, который окажется посредником между нами и Богом. И святы отцы прямо говорят, посредником между Богом и человеками должен быть и Богом, и человеком. Такой посредник Бога-человек Христос Иисус, как и сказано в Писании, един ходатый, един посредник между Богом и человеками человек Христос Иисус. А Иисус, возрев, сказал им человеком, это невозможно. И мы можем представить, как ёкнули сердца апостолов. Оказывается, не только простым людям, нищим это недоступно, но и богатым, как они уже убедились. Это вообще никому не доступно и невозможно. Но Христос решительно добавляет. Богу же всё возможно. И Богу, которому всё возможно, ему оказалось возможным воплотиться на земле и соделаться посредником и ходатаем между родом человеческим и Богом Отцом. Служение Бога Сына, Бога Человека Христа Иисуса есть залог возможного спасения для всякого верующего в Иисуса Христа. И апостол Павел восклицает послание к римлянам. Тот, кто сердцем верует в воскресение Христова, а устами исповедует Иисуса Господом, это и есть путь спасения. Ибо воскресший из мертвых Христос силен воскресить и нас, в каком бы состоянии мы бы не оказались. Он даже сходил в ад и облистал ад сиянием Божества. А так как о Христе сказано, что Христос всегда и во веки тот же, в нем нету тени перемены, Он готов сойти в ад твоей и моей души и облистать сиянием Божества. Разве не это мы переживаем, когда после исповеди приступаем к святым дарам и ощущаем присутствие Господа в своем сердце, в своей жизни. Вот что значит невозможное для человеков возможно для Бога. Бога.